Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыки обращается ко всем гражданам региона с просьбой оплатить имущественные налоги в полном объеме. Срок уплаты истек 1 декабря этого года. Так, начиная со 2 декабря, на неуплаченные суммы налогов начисляются пени, ежедневно увеличивая сумму задолженности. Напомню, имущественные налоги занимают значительную часть в формировании консолидированного бюджета Республики. Оплату можно совершить в отделении банка через личный кабинет на сайте ФНС России, а также через КАЗу, местные администрации или через почтовую службу. Те налогоплательщики, которые получили налоговые уведомления, обязаны оплатить причитающие им суммы указанных налогов по налоговому уведомлению. Форма налогового уведомления предусматривает всю необходимую информацию для осуществления платежа, который можно провести как в отделениях банка, так и в личном кабинете налогоплательщика, через почтовое отделение, через приложение наиболее популярное у пользователей. Вся информация, повторяю, содержится в налоговом уведомлении. Те лица, которые не получили до сих пор налоговое уведомление и ожидают такой корреспонденции от налоговых органов, настоятельно рекомендую проверить свои личные кабинеты, так как из более 120 тысяч налоговых уведомлений, которые мы в этом году сформировали, более 30 тысяч были направлены в личные кабинеты налогоплательщика. В случае, если налогоплательщик не исполняет обязанность по уплате налогов в добровольном порядке, налоговые органы обязаны в отношении него начать процедуру принудительного взыскания задолженности. Это подразумевает собой обращение в суд, открытие исполнительного производства взысканий средств за счет имущества, включая денежные средства на счетах в банках, удержание из заработной платы, арест имущества, ограничение выезда за пределы страны. Процедуры принудительного взыскания приводят к дополнительным расходам, оплате госпожины при рассмотрении делов судей и исполнительского сбора службы судебных приставов. Для лиц, которые не оплатят, еще раз говорю, срок до 1 декабря, наступает мера ответственности в виде начисления пений, за каждый просроченный день в размере одной из трехсотой ставки рефинансированы Центробанком Российской Федерации. Также сумма задолженности, когда превышает более трех тысяч рублей, мы направляем информацию, взаимодействуем уже с службой судебных приставов и передаем информацию, соответственно, для принудительного взыскания указанным органам. Поэтому, повторяю еще раз, настоятельно рекомендую обратиться в первую очередь за получение нового взыскания и, соответственно, уплату ее. Хочу обратить внимание, что из 440 миллионов рублей, которые, более 440 миллионов рублей, которые мы начислили в этом году, по состоянию на 1 декабря уплачено лишь порядка 155 миллионов рублей, это мы говорим в целом по республике, что составляет чуть более 35%. Поэтому у нас это вызывает некое опасение, поэтому еще раз говорю, призываю, оплатите налоги вовремя.